Где взять новогоднее настроение? Дадим подсказку. В Ивановском музее камня открылась выставка «Старый добрый. Новый год». Два зала посвящены настоящей зимней сказке. Маски, календари и флажки, новогодние подарки и поздравительные открытки, многочисленные елочные игрушки и сундук с подарками от Деда Мороза. Глаза действительно разбегаются. Один парад снегурочек и новогодних волшебников, чего только стоит. Здесь можно увидеть более двухсот фигур из ваты, папье-маше, пенопласта, гипса, фарфора и стекла. Из всего этого многообразия Дмитрию Невзорову по душе пришелся вот этот дедушка в красной шубе. Кстати, это настоящий Ивановский Дед Мороз. Большой, почти как терракотовая армия в гробнице Шихуанди. Чувствуется, что ты вот и есть сам Дед Мороз. Литесклё – это очень многообразный музей. Тут есть все. Это не просто вот одна тема и все. Там ходишь одно и то же. А, неинтересно. А тут все есть. Неподалеку от Дедушек и Снегурочек самые старые новогодние игрушки, относящиеся к периоду 30-х, 50-х годов прошлого столетия. Игрушки в то время делали в основном из ваты. Покрывали их клестером со следой, чтобы они немножечко блестели. Также здесь представлена так называемая бомбонерка или сюрпризница. Игрушка, посвященная юбилею Пушкина. Также очень интересные игрушки. Игрушки проволочные, как называли игрушки с конетеля. Все игрушки как раз такого интересного периода. И каждая из них выполнена с душой и передает нам историю того времени. Посетив выставку, можно представить, как отмечали Новый год в разное время. Выставка рассказывает об истории празднования Нового года в нашей стране с начала 20-го века и до краха Советского Союза. Первая инсталляция – это празднование Нового года в нулевые и десятые годы. Обратите внимание, все вещи аутентичные. Так называемые богемские игрушки стеклярусные. Предположительно, что здесь дама пришла как раз с бала с новогоднего. И показано как раз весь ее новогодний стол. Здесь перед вами самый интересный период в 20-м веке. Интересный и судьбоносный в истории празднования Нового года. Здесь как раз, как вы знаете, еще до 28-го года новогодний праздник праздновался. В 29-м его отменили. В основном началась борьба с празднованием Нового года с Рождеством. Здесь как раз вот журнал «Работница» рассказывает о том, как пионерка Нина готовилась к антирождеству. Здесь же, например, интереснейшие вот эти вот как раз фотографии. Отмечена эпоха журналом «Советское фото», где, как мы видим, вот как раз у нас стиль конструктивизма такой своеобразный. И уже вот фотографии 39-го года, когда детишки празднули в детском саду, когда снова Новый год вернулся после, так сказать, того, что предложил наш земляк постышу. У нас здесь полная инсталляция. Условно говоря, мы находимся с вами в избе. Люди сидят за самоваром. Главный источник информации, музыки, новогоднего настроения – это, конечно, «Радиоточка». Здесь же у нас как раз радиопрограмма 35-го года, где уже в конце 35-го года запланирован новогодний праздничный концерт. Ну и «Елка», естественно, немножко скромная, в основном ватные игрушки, но сделан с душой. Поскольку в 2017 году в России отмечалось 60-летие с начала космической эры, естественно, музей камней не мог оставить эту тему в стороне. Она широко отражена в советских открытках, в том числе новогодних. Здесь мы видим и покорение Луны, и достижение Венеры, и Новый год в виде маленького молодого космонавта, и Дедушка Мороз на ракетах. Но максимальное количество открыток достигает, посвященное теме космоса, в начале 60-х годов. Потом идет все это на спад, к великому 90-х годов исчезает полностью. У нас часть представлена еще открытка, которая посвящена теме возвращения астрономии в школу. Вот здесь у нас Дедушка Мороз с телескопами сидит и смотрит на звездное небо. Ну а если говорить о елочной игрушке, то очень много было внимания уделено тоже космической тематике, космонавтике. Здесь мы видим и фигурки космонавтов, и ракеты. Вот, кстати, обратите внимание на так называемые пики, навершия на елке, которые именно выполнялись в форме ракет. И вот уникальная вещь, которая была сделана буквально считанной единицей таких наверший, это спутник. Это спутник. Вот у нас она есть. Увидеть новогоднюю коллекцию 20 века из собрания музея камня можно до 14 февраля. Новый год это по-настоящему народный, семейный и добрый праздник, который ощущается за месяц до прихода и остается с нами еще долгое время. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.